Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогода, и мы начинаем серию коротких роликов Куигайд, где нашим главным героем сегодня будет Амода С5. Этот космолет – новый кроссовер от Черри, под новым брендом – Амода. Логично встает вопрос – а зачем? Ну, как пример других мировых производителей и других мировых концернов, можно привести в Агруппу с ее иерархией – Шкода Фолькс Ауди. В нашем случае Черри – это база, премиальный Эксид у нас уже есть, ну а золотую середину призван заполнить бренд Амода – модный, стильный, молодежный и со своей философией. Дизайн С5 – наикрутейший, создан международной командой дизайнеров под руководством Стива Юма. А я напомню, что этот человек долгое время работал в GM. Он приложил руку к таким проектам, как Cadillac Elmeray Concept, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Cruze и многим другим. Ну и, конечно, благодаря ему мы получили новый узнаваемый образ всей модельной линии Кичери. Визуально автомобиль выглядит очень привлекательным и приятным глазу. А все благодаря принципу золотого сечения, использованному при создании дизайна. Этот принцип соотношения ширины и высоты очень часто применяется дизайнерами, фотографами, операторами, да и вообще. Правила золотого сечения в творческой сфере очень распространены аж с древних времен. Например, Леонардо да Винчи или Дали называли это божественной пропорцией. Загуглите, это интересно. Как вы уже заметили, силуэт динамичный и спортивный. Такой образ создан благодаря тонкой Т-образной оптике, двухцветному окрасу и большому количеству аэродинамических элементов. Фронтальная решетка называется Star Diamond. Она совмещена с бампером и, пожалуй, это самый бросающийся в глаза элемент. Довольно смелый эксперимент дизайнера и, на мой взгляд, очень удачный. Выглядит клево. Сбоку видим массивные пятиспицовые 18-е диски. Причем выглядят они классно как в моноцвете, так и в биколорном варианте, как у нас. В двухцветном исполнении красным окрашиваются суппорта тормозных дисков, вставка на порогах и части зеркал заднего вида, которые, к слову, выглядят довольно узкими и спортивными, но обзор в них хороший. Ну и закончим говорить о дизайне у задней части фастбека. Вообще в слитном варианте это слово не переводится, но если разделить его на фаст и бэк, то быстрый зад действительно выглядит очень спортивно. Есть двойной спойлер на крыше, раздвоенный выхлоп снизу, ну а посередине шикарнейшие диодные 3D-фонари. Выглядят они просто вау, особенно на ночной дороге. В следующей серии Куи Гайд поговорим о технических характеристиках. Не переключайтесь!